Спасибо, спасибо. Аккуратная почти ювелирная работа. Сусальное золото, материал хрупкий, требует бережного обращения. Тонкостями золочения икон делится Анна Тарасова из Санкт-Петербурга. Она художник-иконописец Александра Невской Лавры. На мастер-класс пришли не только иркутские иконописцы, но и преподаватели, учащиеся художественных заведений. Многих заинтересовала старинная техника приготовления полиментного клея на яичном белке. Чтобы качество клея было стойким, белок выдерживают полгода. Мы уже изучали полиментное золочение на другой клей. Иркутский художник-живописец Павел Павлов уже несколько лет увлечённо пишет иконы. Заинтересовался этим ещё в юности, но тогда не было возможности учиться. Теперь его мечта сбылась. Не так давно он закончил иркутскую студию иконописи. Его работы можно увидеть в Николо-Иннокентьевском храме. К слову, работы иркутских иконописцев ведущие российские мастера оценили по достоинству. У нас была экскурсия по храмам Иркутска с гостями города. И мы заезжали в храмы, в которых, конечно же, есть работы наших современных иркутских иконописцев. И надо сказать, что наши гости с высоким пиететом отнеслись к тому, что они увидели. Байкальскую школу «Сибирская икона» организовали художественный музей и Иркутское отделение Союза художников России. Первый опыт оказался удачным. Теперь его будут развивать. В планах сделать школу ежегодной. Оксана Проскова, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Новости сейчас. Новости сейчас. Новости сейчас.